Тема нашего эфира сегодня день трезвости и у нас в гостях главный нарколог Министерства Здравоохранения Челябинской области Борис Изаровский. Доброе утро. Доброе утро, Борис Васильевич. Вот скажите, пожалуйста, действительно, алкозависимость, табачная зависимость, наркозависимость, это очень актуальные вопросы, животрепещущая, можно сказать, тема. И вот когда все-таки человеку стоит обратиться к специалисту, когда вот он уже перешел вот эту грань, потому что так же все думают. Ну, я так, да. Мне легко. Да, мне легко от этого отказаться, я чуть-чуть побалуюсь. Ну, самому, наверное, очень трудно определить, возникну ли или не возникла зависимость на начальных этапах. И поэтому, наверное, лучший индикатор – это родственники. Вот какие признаки для родственников? Да, вот родственникам на нарколога учиться не надо, они и так все знают, они и так все видят. Ну, какие признаки? Это первое, они видят, что человек стал очень часто выпивать. Выпивки носят такой характер спонтанный, без повода и по поводу, и степень опьянения стала нарастать. То есть человек стал чаще пить, стал чаще напиваться. Ну, и такой признак можно посмотреть на себе, скажем так. Если человек накануне хорошо выпил, утром просыпается в взбудораженном состоянии, не может, рано утром, не может заснуть, мечется, ходит. То есть, если в начале идет интоксикация, человеку хочется поспать, отлежаться вообще, на работу не хочется идти, никуда идти, то в этом случае он, наоборот, спать не может. То есть у него возбуждение. У него такое возбуждение. Ну, и еще такой, самый такой уже признак, когда уже алкоголизм развился, это, конечно же, страшная потребность. То есть утром, проснувшись, когда невозможно не уснуть, человек мечется, это опохмелиться. Это опохмелиться синдром. Обязательно надо, да, опохмельный синдром. Если развился, тут уже к бабке не ходи на 100%. Ты к бабке не ходи, а я ходи к наркологу. Ходи к наркологу, да. А скажите, пожалуйста, Борис Васильевич, а на какой стадии чаще всего обращаются к вам? Когда уже совсем все запущено или... Да, чаще всего обращаются, когда уже алкоголизм во второй стадии. То есть это расцвет алкоголизма, это уже все признаки алкоголизма. И тогда уже человек, не только родственники видят, что у человека проблемы, но и человек уже сам начинает осознавать, что у него какие-то проблемы. Что надо бы как-то вот поменьше пить, пореже пить. Но мысль, скажем так, отказаться от алкоголя еще, она не пришла. Не посещает. Да, это на более поздних стадиях уже возникает мысль, надо все-таки с этим что-то решать. А вы знаете, я сейчас вспомнил, в школе мы еще учили, что вот эти, вы сказали, стадии алкоголизма, и первая стадия алкоголизма человек, выпивающий раз в месяц, что-то такое там было. Я помню, что мы шутили еще, что все мы алкоголики, грубо говоря. Нет, нет, нет. Как вот эти стадии? Нет, нет, нет. Первая стадия алкоголизма, она больше проявляется именно психической зависимостью. У человека возникает такая навязчивая идея, вот выпить, да, увидел знакомого. Не просто так переговорить, зайти куда-то там выпить. То есть вот эта вот мысль, она все чаще, чаще, чаще возникает. И в первой стадии наблюдается так называемый рост толерантности. То есть можно выпить с каждым разом все больше, больше, больше и больше. Потом люди начинают бровировать там полбутылки, потом бутылка водки, легко улетает, нормально утром просыпается. Это рост толерантности. Организм начинает привыкать, перестраиваются биохимические процессы, изменяются процессы в центральной нервной системе. То есть организм начинает привыкать к алкоголю, адаптироваться к нему и включает его в обмен веществ. Борис Васильевич, а знаете, вот что интересно, вообще алкоголизм, его можно излечить всецело, целиком? Вот есть же, допустим, разные методы, там, вот кодирование, например, или еще какие-то методики. Да, лет 20 назад уже какой-то бич был, кодирование, что боялись, вырезали там что-то. Да, вообще, насколько они безопасны? Вы знаете, методов лечения очень много, универсального нет, поэтому такое разнообразие, разные подходы. Смысл этих методов, можно их назвать различными видами психотерапии, то есть подготовка человека, его психического состояния к тому, чтобы он отказался в дальнейшем от употребления алкоголя. Избавиться от алкогольной зависимости можно, ну, я имею в виду в бытовом плане, да. Только люди должны понимать, что вход-то у нас продолжался годами, а на выход все рассчитывают. А вы тех, кто считает, за денег, да. В течение часа пришел, бах, заколдовали, закодировали, все, ты здоровый человек. Так не бывает, не бывает. Даже простуда, банальная простуда, все равно проходит несколько дней, да. Так и здесь. Человек годами страдает алкогольной зависимостью, и вот в одночасье этот вопрос решить невозможно. Избавиться можно, но надо работать над собой. Нужно... То это большая психологическая работа, как я понимаю. Конечно, и психологическая, да, и настрой в семье. И человек сам должен понимать, что вот одной таблеткой или каким-то методом лечения можно временно как-то вот изменить ситуацию. Только временно, да. А потом человек расслабляется, ну, все нормально, мне надо. Да, ну, я же нормально пересидел, мне легко. Все правильно, все правильно. И расслабляется, и опять у него рецидив заболевания. А вот как родственникам вести себя в подобной ситуации? Допустим, вот когда человека, ну, выводят из алкогольной зависимости. Вы знаете, очень часто родственники как раз и бывают провокаторами, назовем их так, рецидива заболевания. Потому что человек... Ему нельзя, а нам можно? Да, сам настроился на отказ от алкоголя. А родственники-то, они не изменили свое поведение. Это достаточно серьезная такая психологическая проблема. И мой совет, конечно же, если человек идет на лечение, родственники хотят помочь своему близкому, да, им самим надо тоже получить психологическую помощь. У нас есть такой, не синдром, а есть такое заболевание, как созависимость. То есть он больной, и мы становимся больными, потому что рядом находимся с больным человеком. И нам нужна помощь. Да, Борис Васильевич, большое спасибо. Я понимаю, что тема, это не одного интервью, и я думаю, что вы еще придете к нам в студию, и мы пообщаемся и от табака, курения, и от наркозависимости. Мы просто говорим вам большое спасибо за интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях был главный нарколог Министерства здравоохранения Челябинской области, Борис Изаровский.